Всем окнам здрасте! В этом видео я расскажу вам о виртуальной реальности, на какие классы он разделяется, как поиграть в любую игру в режиме VR и как сделать свой полноценный VR шлем. Заваривайте чаек, делайте буртербоды, ну а мы поехали! Корни виртуальной реальности уходят аж в глубокий 1837 год. Да, вы все правильно поняли. В то время, когда Лондон выглядел вот так, Чарльз Уинстон решил сделать VR-очки. Хе, ну а че? Точнее, он изобрел стереоскоп. Выглядел он вот так. Ничего не напоминает? Кстати, в Советском Союзе тоже были стереоскопы. Следующим шагом в VR, который мы сейчас знаем, была сенсорама. Мартан Хеллик придумал, как можно максимально погрузить зрителя в происхождящее на экране. Изношец было подвижное сидение с вибрацией, имитация ветра и запахов, поддержка цветной картинки со стереозвуком. Но этот аппарат был очень дорогим и тяжелым во всех смыслах. Так что широкого распространения сенсорама не получила. Ну и да, весь контент сего аппарата были видео, так что в Half-Life на ней, к сожалению, не поиграешь. Причем то, что придумали еще в прошлом веке, пытаются повторить сейчас. Создание запахов, ощущение ветра, тактильные ощущения и прочее. Так что этот человек опередил время очень сильно. Конечно, можно долго рассказывать историю VR, но я, пожалуй, пропущу большой отрывок времени, дабы перейти к переломному моменту. Основал эту компанию увлеченный геймер из Лос-Анджелеса, Паумер Лаки. Он с детства увлекался технологиями и устраивал вылазки за артефактами на eBay, покупая старые устройства для виртуальной реальности, чтобы разработать свое решение. По словам Паумера, он собрал внушительную коллекцию, а чтобы заработать денег, потянул свои знания в электронике и перепродавал отремонтированные айфоны. В 17 лет Лаки поступил в университет. Его основной специальностью была журналистика, но все свободное время парень посвящал разработке первого прототипа. Одним из главных событий в истории Locals стало знакомство Паумера с основателем ID Software Джоном Кармаком. Также он собрал ошеломительное количество денег на кикстартеры. Лаки хотел собрать 250 тысяч долларов, но в первые же сутки получил 670 тысяч долларов, а всего он собрал 2,4 миллиона долларов. И вот вы можете наблюдать первый в современном понимании VR-шлем. Потом эту компанию выкупил Facebook, а Паумера выгнали за поддержку Трампа. Но теперь большое количество крупных компаний заинтересовано в этой технологии. Valve, HTC, Google, Samsung, Asus, Facebook, естественно, Microsoft и, возможно, Apple. Ну и прочее, прочее, прочее. Но VR это не только дорогостроющее оборудование с контроллерами и со всеми наворотами. Чтобы VR смог попробовать каждый, компания Google разработала стандарт Google Cardboard. В основе этого стандарта лежит шлем, основной частью которого является телефон. Кстати, стандарт назван в честь самого простого и дешевого варианта шлема, который, по замыслу разработчика, можно собрать из двух линз, застежек и картона. Как это работает? Мы берем наши очки, которые являются полной копией стереоскопа, но вместо картинки мы кладем туда телефон. Почему именно телефон? Ну, во-первых, телефон есть почти у каждого. Во-вторых, в телефоне есть все необходимое. Процессор, аккумулятор, датчики гироскопа, акселерометра и магнитометра, чтобы отслеживать поворот вашей головы, память и дисплей. Такой VR есть у многих, в том числе и у меня. Кстати, я могу сделать подборку самых отборных Google Cardboard игр для Android и iOS. Пишите в комментариях, если хотите такое видео. Такой VR отлично подойдет для просмотра видео, но игр на нем очень мало. Но можно чуть-чуть прокачать этот набор, добавив геймпад. Я, например, использую геймпад от Xbox One, но по сути любой джойстик подойдет. У вас открывается больше возможностей и крутых игр, но до полноценного VR еще далеко. Следующей ступенью является подключение телефона к компьютеру и вывод обычной плоской игры, как игры для виртуальной реальности. Для этого есть несколько программ, которые вы можете сами изучить. Основные это Trinus VR и RiftCAD. Благодаря такому набору можно будет поиграть в любую плоскую игру в режиме виртуальной реальности. А вот следующий этап на уровне полноценного VR. Берем же иконы от Nintendo Switch, Kinect, адаптер для Kinect, Bluetooth и программу Driver for VR. Все это совмещаем вместе и получаем полноценный VR комплект. Также есть вариация с контроллером IPS Move. В этом наборе мне пока что не хватает только адаптера для Kinect. Но слеживание рук я уже сделал и даже сделал игру. Если вы наберете на этом видео 20 лайков, я тут же начинаю делать видео об этой VR игре. Так что нажимай на лайк, подписывайся на канал, обязательно пиши комментарии. Хочешь ли это видео об лучших игр на Google Android. И удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok